Удача! День! Люди! События! Выпуск посвящен заседанию по теме кадра для промышленности. Подготовка к новой индустриализации. Проблемы, решения. Сегодня предлагаем вашему вниманию интервью с одним из спикеров заседания, директором Забайкальского аграрного института филиалов КБОУ в Иркутске Государственный аграрный университет имени Ижевского Игорем Борискиным. Игорь Анатольевич, расскажите, пожалуйста, какому вопросу будет посвящено ваше выступление? Я выступлю с обзором по текущей ситуации по аграрному образованию и по развитию аграрной промышленности в нашем крае. Будут затронуты основные проблемы на стадии поступления абитуриентов, получениями образования, и самое главное, при дальнейшем трудоустройстве. Как правило, выпускники не едут в районы, на село, и тому есть ряд причин. А в чем все-таки главная причина такой ситуации? Не хотят идти работать по профессии или сложно трудоустроиться. Проблема в том, что потребность в специалистах есть, очень серьезная и по многим направлениям. Это и агрономы, и агроинженеры, и ветеринары. Но, если кратко, то основная проблема, это заработная плата, которая зачастую на уровне одного мрот. Есть и хозяйства, которые предлагают большую заработную плату, то тут возникает следующая проблема, непосредственно социально-экономическое, развитие сел, районов, социальное обустройство. В очень многих населенных пунктах далеко не все хорошо с детскими садами, со школами, с больницами, с дорогами, с электроэнергией, со связью, с интернетом. Там целый ворох проблем. Далеко не все молодые люди горят желанием заводить семью в таких условиях. И третья проблема – обеспеченность жильем. Существует государственная поддержка для учителей, для врачей, но для агрономов или ветеринаров нет таких программ. Есть, конечно, государственные программы по строительству жилья и по обеспечению социальных условий на селе. Например, программа развития сельских территорий по линии Минсельхоза России. Но хотелось бы больше дополнительных мер, позволяющих работникам закрепляться на селе и приобретать жилье за несколько лет. Какие у вас самые востребованные факультеты сейчас, где больше всего ребят учатся? С большой охотой идут на ветеринаров. На агроинженеров поступают, на землеустройство конкурс хороший. Но, например, на агрономов как-то послабее идут. И по трудоустройству стоит отметить, что у ветеринаров самый высокий процент трудоустройства по специальности. Как правило, после обучения ветеринары идут работать по своей специальности, но минус в том, что на село уезжают не так охотно. С выпуска всего 1-2 человека. Все остальные устраиваются на работу по частным ветклиникам, и город, и зарплаты выше в разы. Если зоотехникам, ветеринарам, технологам на селе предлагают зарплату в один мрот, то в городе ветеринарам платят 40-60 тысяч рублей. Трудоустройство по специальности у выпускников нашего института выше 80%. В целом по сельскохозяйственным вузам страны 30-35%. Должно ли государство принимать участие в решении проблемы кадрового голода в реальном секторе? Должны быть договорные, партнерские отношения и совместная помощь. Процесс образования сейчас четырехсторонний – бизнес, производство, государство, вузы обучающиеся, студенты, дети, совершеннолетние, несовершеннолетние, их родители, законные представители. Должен быть комплексный подход, который будет учитывать интересы всех участников процесса. Нужно возрождать такое понятие, как государственный заказ на подготовку специалистов. Кадровая обеспеченность производств – это стратегически важная задача, в решении которой должно участвовать государство. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.